добро пожаловать на youtube плана б сегодня я поделюсь с вами моим видением на рынок биткоина на основании шести графиков и первый график это конечно же модель биткоина 100 кто флоу биткоин закрыл месяц ноябрь ценой 37 и 70 тысяч долларов что стало самой большой ценой за довольно таки продолжительное время и с этим уровнем биткоин биткоин заступил в зону одного стандартного отклонения модели сток-то-флоу модель сток-то-флоу представлена здесь серой линией который сейчас находится рядом с уровнем 55 60 тысяч долларов и обычно происходит то что после халвинга а халвинг представлен вот этими скачками данной серой линии первый раз в 2012 затем в 2016 после чего 2020 а следующий халвинг будет в 2024 в апреле так вот после этих халвингов цена биткоина вырастает вы сами видите здесь это точки представлены красным цветом кстати это цвета до следующего халвинга то есть они начинаются с очень большого расстояния халвинга приближаясь к нулю то есть к самому халвингу после этого цвет опять становится красным поэтому халвинг точно в месте где синий становится красным и это то что я ожидаю произойдет в точности в апреле 2024 цена будет быстро подниматься в направлении этой линии на новом уровне в пятьсот тридцать две тысячи долларов за биткоин но сейчас до момента следующего халвинга исторические эти синие точки снова прикасаются к серой линии и для меня это не станет сюрпризом если мы медленно будем подниматься к значению модели в 55 65 65 60 тысяч долларов и переходим к следующему графику это торговое правило биткоин модели сток-то-флоу прелесть модели сток-то-флоу не только в том что это лишь цифры которые постоянно растут и на этом все модель говорит когда будут расти эти цифры и обычно временные логарифмические модели или временные модели степени говорят окей биткоин растет вправо и вверх но в модели сток-то-флоу важную роль играет события халвинга то есть вы на самом деле видите а модель вам говорит что прыжки в цене обычно будут рядом с халвингом на основании чего можно построить торговое правило что мы здесь и сделали и если вы покупаете за 6 месяцев до халвинга а продаете спустя 18 месяцев после халвинга то есть вы внутри рынка будете находиться в течение 24 месяцев то есть двух лет внутри четырехлетнего цикла то вы будете иметь лучший результат чем просто купив биткоин и держа его вот этот период это шесть месяцев до халвинга 2012 года на блоке 210 тысяч ведь халвинг происходит каждые 210 тысяч блоков если бы вы зашли в рынок вы бы шли вместе с биткоином все выше и выше затем вы бы вышли из рынка сохраняя стоимость и уйдя от медвежьего рынка затем вы бы зашли вот здесь на большую стоимость потому что вы бы обошли медвежий рынок затем пошли бы снова вверх вместе с ценой вышли бы из рынка спустя два года два года в в итоге вы бы были на уровне 130 тысяч вместо 37 тысяч и хорошая новость в том что сейчас мы в полугодии до халвинга ноябрь был первым месяцем когда согласно этому торговому правилу мы заходим в рынок так что уже сейчас это хорошее время с плюс девятью процентами прибыли к ноябрю так что я продолжу отслеживать данное правило на основании модели сток-то-флоу и на циклах халвинга течение следующих месяцев и лет информацию для вас ребята я буду обновлять переходим к третьему графику с индикатором технического анализа технический анализ означает что он основан лишь только на историческом движении цены никаких фундаментальных показателей как сток-то-флоу никаких данных он чейн только лишь информация по цене аналогично тому что вы видите на рынках акций и облигаций и перед вами rsi индекс относительной силы это импульсный индикатор который показывает бычьи рынки медвежьи рынки жадность и страх можно сказать что этот индикатор показывает человеческие эмоции что никуда не денется и всегда будет и жадность и страх и здесь мы видим бычьи рынки 2013 2017 2021 и также мы видим медвежьи рынки и мы только-только начинаем восстанавливаться после последнего медвежьего рынка 2022 частично 23 и до двигаясь в направлении следующего бычьего рынка на мой взгляд цвета мы видим опять же до момента следующего события холдинга это момент когда синие точки замещаются красными вот здесь на 70 вот здесь на 65 а вот здесь на 55 так что исторически холдинг происходит вот в этих диапазонах между 55 и 70 для индекса rsi и не забывайте что все что больше пятидесяти это аптренд это значит что мы в случае если это все повторится а именно это я и предполагаю мы будем с вами видеть рост может ну не прям полноценный бычий рынок но мы будем не спеша расти в направлении следующих красных точек следующего холдинга и это будет интересным наблюдением последующие несколько месяцев дальше еще один индикатор технического анализа скользящие средние всего лишь простые скользящие средние и в данном случае это 200 недельные скользящие средние что почти что четыре года здесь нас интересует вот эта серая линия это средняя цена за последние два года которая сейчас составляет 30000 и вся прелесть 200 недельных скользящих средний в том что они всегда идут вверх никогда не падают и биткоин всегда находится выше 200 недельные скользящие средний но конечно же это поменялось во время последнего медвежьего рынка который определенно был наихудшим медвежьим рынком что мы видели так что поздравляю всех кто выжил ведь он реально был худшим теперь мы постепенно вылезаем из него мы находимся выше 200 недельного скользящего среднего и в данном случае свет также является временным элементом месяцем когда происходит халвинг так что обычно халвинги происходят на цене двухкратные от 200 недельного скользящего среднего но в этом случае на 50 процентах к 200 недельному скользящему среднему что будет означать в данном случае и что меня не удивит если мы с вами увидим халвинг на уровне 45 до где-то 60 процентов этот диапазон будет исторически логичным и переходим к графикам он чейн реализованная цена мы все знаем что реализованность на чем-то похоже на скользящие средние но только эта цена является средней себестоимостью всех биткоинов находящихся он чейн это 19 с половиной миллионов монет на момент их последнего перемещения их последней транзакции и вот эта цена и берется в использование среднего таким образом можно интерпретировать эту черную линию реализованную себестоимость как среднюю себестоимость всех находящихся биткоинов но здесь есть и один минус это тот миллион сатоши биткоинов которые были выпущены первыми и у которых цена близка к нулю что утягивает и утягивает эту черную линию все ниже вот почему мне больше нравится смотреть на реализованную цену за последние два года это аналогичный подход за исключением того что берутся в расчет только монеты двигающиеся последние два года а еще один индикатор это реализованная цена монет двигавшихся за последние пять месяцев то есть это реализованная себестоимость монет которые двигались последние пять месяцев еще ее называют ценой краткосрочных держателей и что здесь важно то что мы с вами видим это то что биткоин имеет цену выше реализованной цены то есть выше всей себестоимости при этом общая реализованная себестоимость постоянно растет и это очень хорошо вяжется с тем что происходило на очень ранних стадиях бычьего рынка буквально перед тем как наступали бычьи рынки мы с вами наблюдали движение цены из зоны под общей реализованной себестоимости в зону над ней аналогично тут аналогично тут а затем она уверенно сохраняет свое расположение над ценой реализованной себестоимости точнее реализованной себестоимости которая резко начинает расти это то что мы сейчас ждем когда это реализованная цена начнет расти и если внимательно присмотреться то можно увидеть что это уже немного начинает происходить так что в будущем мы за этим будем следить и я думаю что она начнет расти вот отсюда реализованные прибыли биткоина обратная сторона монеты это не 19 с половиной миллионов монет о которых мы только что говорили с вами а это те монеты которые были проданы в ноябре в последнем месяце так что я смотрю на их себестоимость за сколько их продавцы купили перед тем как продать и какую прибыль они на этом сделали она может быть негативны синий во время медвежьих рынков то есть это убытки это момент когда их продавали в убыток а может быть красный во время бычьих рынков когда продавцы смогли получить значительные прибыли 50 и 60 процентов и сейчас мы находимся где-то между 22 процентами немного ниже чем предыдущий месяц где у нас была прибыль в 28 процентов но очень важно заметить что эти желтые точки эти желтые зеленые точки между синими и красными на мой взгляд являются признаком особенно в последние два месяца эти желтые точки означают то что бычий рынок формируется уже за углом биткоины в прибыли мы берем все 19 с половиной миллионов биткоинов мы смотрим на то какая у них была себестоимость реализованная цена реализованная себестоимость а затем мы считаем процент тех монет которые находятся в прибыли и похоже что в настоящий момент эта цифра составляет 87 процентов 87 процентов всех 19 с половиной миллионов биткоинов сейчас в прибыли и очевидно что все кто купил перед 2021 за исключением покупателей на самом историческом максимуме кто купил на вершинах 2021 которые в убытках эти 13 процентов биткоинов которые остаются на руках в убытке и здесь бычий рынок отмечен красными где буквально каждый находятся в прибыли и это то что мы надеемся вскоре увидеть сначала оранжевая потом красная и это как мы знаем будет означать начало бычьего рынка и кстати это моя вторая самая важная модель после модели сток-то-флоу конечно же сток-то-флоу дает нам грубое представление о будущем на каком уровне и при какой степени мы можем ожидать цену после события халвинга но модели рыночного цикла не может дать информацию о будущем но может сказать то в какой стадии мы сейчас находимся есть четыре стадии пред бычий рынок затем настоящий бычий рынок затем пред медвежий рынок и настоящий медвежий рынок также мы можем это называть накоплением бычьим рынком распределением ликвидацией но на самом деле название не важны также не важны и цвета а важно то что мы с вами знаем что находимся в пред бычьем рынке это очень ярко выражено и конечно же мы с вами ждем момента когда зеленые точки превратятся в красные настанет полноценный бычий рынок и конечно же как только это произойдет я вас обязательно проинформирую но ожидаю что это произойдет после халвинга так что нам придется еще потерпеть следующие несколько месяцев по крайней мере пять месяцев я думаю но может быть и раньше большое спасибо и до следующей встречи